Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет такое экспериментальное, можно сказать. Я накрашусь, попробую, протестирую новый тональный крем. Один раз я уже его пользовалась, мне он очень понравился. Надеюсь, понравится и вам. Сделаю вот такой макияж, расскажу немножко о ароматах, которыми пользовалась на этой неделе. Ну и так, чуть-чуть поболтаем. Надеюсь, вам понравится такой формат. Оставайтесь со мной. Тоже, давайте начнем. Давайте приступим. Я накрашусь, немножко поболтаю, расскажу вам, какими ароматами пользовалась на этой неделе. И я уже нанесла сегодня утром, ну не утром, нет, утром я отвезла ребенка в школу, потом были какие-то дела. Сейчас уже у нас где-то обед. Я сделала маску филоргами за маску, мне она очень нравится. Такая она прям, вот лицо после нее как барабан. Ну, мне так кажется. У меня сейчас пошли небольшие такие прыщики, покраснения, она вот это все убирает. У меня уже прям практически ничего не осталось, не видно, на донышке практически. Надо ее уже закончить. Мне она нравится. Классная маска. Найду, если еще здесь куплю. Ну, или заказывать придется. И сейчас я нанесу это тоже филорга. Это такой увлажняющий концентрат. Такая вот, как эмульсия. Вот столько я беру. Вообще, у меня уже тоже она практически закончилась. Вот такая пипетка. Немножко на руку. И вот так вот на все лицо я ее наношу. И на кожу тоже. Обязательно. Я не снимаю вот это все в ванной, потому что у нас в ванной как это, вытяжка? Не пропели, господи. Все уже, забыла русские слова. Фен работает. Когда ты включаешь свет, автоматически начинает срабатывать вот это вот ну, как бы воздух гоняет, охлаждает, освежает. И очень звук неприятный стоит. Поэтому, если бы я снимала в ванной, вы бы все бы слышали на заднем фоне этот такой звук. Ну, сейчас я надеюсь, вы не слышите стройку за окном. Но если слышите, извините, со стройкой я уже ничего поделать не могу. Все. Она впитывается практически моментально. Немножко липковатое лицо, но этот вот просто эффект липкости проходит тоже за несколько секунд. И вот лицо как будто выпило три литра воды. Что как бы и нужно делать. И сейчас я нанесу крем Drunk Elephant вот этот вот Ла-ла-ла Ла-ла 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 Ретро. Он такой базовый, хороший. Я сейчас чередую ход Ламер и вот заканчиваю Филоргу. И вот когда я делаю Филоргу, с ней очень хорошо дружит Ла-ла Ретро. Он очень классический, вот так я выдавливаю столько. Не делает никаких лифтинг эффектов, никаких подтяжек, ну лифтинг подтяжка. Не осветляет, без кислот. Он весь основан на маслах. мне он очень нравится. Он чудесно пахнет. Я его наношу и под глаза тоже. Не могу сейчас найти хороший крем для кожи вокруг глаз. У меня есть два тестера, ну таких больших. Один с витамином С, по-моему, подсвечивающим эффектом, с имбирем или что-то такое. Мне нравится. Ни тот, ни другой не нравится. От первого, который с ретинолом, даже слегка вспухла кожа вокруг этого глаза. то есть надо все пробовать обязательно перед тем, как покупать большую банку. Ну все, я нанесла этот крем. Сразу все так прям хорошо. И не хочется на самом деле краситься, но мы идем в гости, поэтому хочу подкраситься, ну и вам будет что показать. Рекомендую девочке вот базовый крем Drunk Elephant. Он, по-моему, в России не продается, к сожалению, пока, но я думаю это только пока, потому что марка обалденная. Марка обалденная, классная. тональный крем. Я купила недавно себе L'Oreal True Match. У них огромная линейка, по-моему, 12 или 20, не, наверное, 20 разных тонов, от самых светлых до вообще самых темных. У меня он в тоне 6N Honey. Сейчас покажу вам. 6N Honey. Мне он понравился, честно говоря, но не на каждый день. Я купила его, чтобы записывать видео, потому что мне нужно было такое плотное покрытие, а все мои базы, все мои кремы, они очень такие полупрозрачные, то есть они подходят реально на каждый день, но вот когда записываешь видео, хочется более плотную какую-то консистенцию, скажем так. И вот эту плотную консистенцию я руками наносить не могу. Я использую вот такую вот кисть Chanel, ну она такая обычная. Вот такой он крем. Сейчас мы выдавим немножко, вот столько буквально на руку и начнем наносить. Мне понравился он. Он слегка подсушивает кожу, подсушивает, да. Если у вас есть какие-то сухие участки на вашей коже, то я бы не рекомендовала этим кремом пользоваться, потому что, ну или хорошо увлажнять лицо перед использованием этого крема, либо не пользоваться им совсем. Выбрать что-то такое пожирнее. И этот крем, он вот, ну у него хорошее, мне кажется, покрытие, он перекрывает недостатки, несовершенства, если они есть. И очень бюджетная цена. Как бы у нас на него была скидка в аптеке. У нас Лореаль продается в аптеках, огромные стенды. На него была скидка, так он стоит, по-моему, 30 долларов, со скидкой он стоит 15. Было, короче, полцены было, мне кажется. Так, немножко сделаем глаза. Шантекаль, мои любимые, Gardens of Marrakesh. Это вот такая двоечка, вот этот вот цвет фиолетовый и вот такой мой любимый коричнево-золотистый. Я его очень люблю, его и буду делать. Я буду делать пальцем, я всегда наношу пальцем вот так. Они не яркие, они несыпучие, поэтому вот так нанести их пальцем очень легко, вы не ошибетесь. Мне нравится. Они знаете, вот прям ну хороший эффект от них. Мне нравятся глаза, когда мои глаза, когда я с этими тенями. Нанесли тени. Читаю последнее время, что я читаю, в Сагуа Форсайтах. Уже заканчиваю вторую книгу. Мне она очень нравится. Такое прям воспоминание с ней хорошее. Черный карандаш Нарс подведу глаза по водной линии внутри. Я вот так вот просто прикладываю, закрываю глаз и рисую. Я как-то привыкла уже так красить. Мне не больно, ну нет, не возникает никаких неприятных ощущений. Раз-два, пару раз провели. Все. Вот сразу так глаз уже стал более выразительным, скажем так. Можно еще слегка нарисовать стрелки, но не буду, наверное. Стрелки я люблю все-таки рисовать специальной штучкой, которая с кистью. Мне это больше нравится. Тушь Аурглаз, мне очень она нравится. У них по-моему она вообще одна единственная в линейке. Классная, очень хорошая. Ну вот прям наравне. Вот я люблю Шанель классическую тушь для объема. И вот это вот прям наравне. По эффекту мне она очень нравится. Сейчас накрашу ресницы. Накрасили ресницы. У нас уже начался учебный год. Здесь же все по-другому. У нас были как раз летние каникулы. Вот сейчас детишки пошли у нас в школу неделю назад. Трудно было вливаться в ритм, потому что мы такое семейство, знаете, мы любим поспать, мы любим долго сидеть вечерами, там разговаривать, смотреть какие-нибудь фильмы, гостей приглашать. в общем, любим. А когда нужно потом с утра вставать и вести ребенка в школу и ему вставать тоже, это, конечно, тяжело, потому что он у нас такой тусовщик немножко. Ну, ничего, главное первую неделю пережить потом уже становится легче. А так такие уже все большие детишки, вот, казалось бы, мы их не видели, ну, где-то месяц и так уже выросли быстро. 10 лет сейчас у меня мальчику. Он ходит здесь уже в пятый класс, потому что здесь школа начинается с шести лет, поэтому сейчас он уже в пятом. Ну, вот, такие получились ресницы. Мне она нравится, эта тушь, потому что прям раз-два, все, вы накрашены. Давайте сделаем, попробуем хайлайтер. Чего нет-то? Почему нет? Ароматы, которыми я пользовалась на этой неделе, Juliette Hazegane Not a Parfum, вы знаете, он такой, он каждый раз по-другому играет, по-разному играет на моей коже. Сейчас у нас очень жарко, и вот что-то такое с утра особенно, если ты захотел там чем-то надушиться. То есть у меня выбор или ничего совсем, потому что ну нереально, вы выходите, прям вас сразу облепляет вот этот вот липкий, жаркий воздух, неприятно. Или ничего совсем, никакого парфюма, или что-то очень легкое, вот прям такое. И вот Juliette Hazegane Not a Parfum очень подходит. Ну это амброксан, это вот такая своего рода знаменитая молекула, которая раскрывается на каждой коже по-разному. Вот на мне она или специево раскрывается, или как-то кремово, даже с нотами, знаете, сливочного мороженого. Ну что-то такое в нем есть, и он, мне нравится, он невероятно шлейфовый, невероятно стойкий, но при этом он не надоедает. Он вот как-то вот то пропадает, то исчезает, то опять вновь проявляется. Как бы на лето, если вы ищете какой-то такой интересный аромат, я бы рекомендовала Juliette Hazegane Not a Parfum, потому что он ну хорош, он хорош, он приятный. Но обязательно попробуйте его перед этим, перед тем, как покупать, слепую, нет-нет-нет. Как он на вашей коже раскроется, будете ли вы вообще его чувствовать, обонять, потому что мне многие писали, что просто его не чувствуют, и ну как, где, где аромат. Следующий, который я тоже прям обожаю, пользуюсь вот последнюю неделю, это Lazy Sunday Morning от Maison Margiela. Это такой мускусный ландыш. Оборожительный, легкий, хрустящий, свежий, ну вот такое, прям, то, что нужно вам утром. Или это, или это. Вот у меня сейчас два вот моих таких фаворита, от которых у меня ни голова не болит, ничего мне хорошо. Я с утра чувствую себя свежей, бодрой, ну вот как бы, ну мне приятно эти ароматы, именно летом носить. Реплика, Lazy Sunday Morning прекрасные. Если вы любите ландыши, я вот, например, на старте в нем очень, очень слышу ландыши. Мне это очень нравится. Знаете, давайте я не буду делать хайлайтер, я лучше сделаю немножко вот сюда, вот эти вот, потому что я тут приготовила, думала, ну походу пьесы буду пробовать. сделаю вот эти румяна, гелевые, от Шантекаль, в оттенке Happy, это увлажняющие румяна, я от них просто обалдею, я вообще обожаю Шантекаль, я уже говорила, это одна из самых моих любимых марок, ну я люблю Шанель, и вот, наверное, Шантекаль, они прекрасные. У Байтери мне очень нравятся помады. Вот столько я выдавила, и вот так вот, сейчас возьму на пальчик, даже на два, вот так, когда вы делаете двумя пальцами, так даже получается лучше. Они, когда вы их наносите, получается такой, как будто бы даже холодок. Я вот сюда тоже захожу, они работают немного как хайлайтер, и цвет практически, ну они дают цвет такой, знаете, холодный, розовый, я от них просто в восторге. Вот, видите, какое они делают от свечения, мне они очень нравятся. Их можно и на губы наносить, они вот реально, да, увлажняющие румяна, работают как увлажняющий крем, у них еще есть румяна с эффектом антиэйдж, немножко в другом цвете, я вообще очень люблю косметику Шантекаль вот за эти, за их тюбы, потому что я художник, и вот эти тюбы мне напоминают мои масляные краски, это очень здорово. Нудовый оттенок, самый любимый нудовая помада, это Шу Имура, вот это Шу Имура, японская марка в оттенке BG 923. У них огромная линейка именно нюда, вот так он выглядит, вот так он выглядит в свотче. В свотче он выглядит таким розовым, но на губах он просто великолепный, увлажняет, необыкновенно здорово и приятно ощущать на губах эту помаду. Если честно, я бы сама не выбрала ее, потому что огромное количество оттенков, девочка японка, ну мы разговаривали с японкой, и она ну работает там консультантом, вот такая вот, обожаю, обожаю этот цвет, не знаю, мне вот прям вот он он очень нравится. Это вот единственная помада, которая у меня всегда в сумке, которая у меня всегда в сумке, и ну вот если здесь уже внутри посмотреть, уже вот столько нет, это для меня вообще рекорд. Вот так вот накрасили, потом я тоже беру два пальца и слегка еще наношу на щеки, ну чтобы так поддержать. цвет. Все. Я люблю, когда немножечко так румян побольше, ну мне кажется, не люблю. Так, следующие ароматы, два аромата, которые я носила на этой неделе, вот прям предыдущие два такие были более базовые, более легкие, более свежие, более такие дневные, утренние, да, потом я на них наслаивала Дрис Ван Ноттен для Фредерик Маля, это, ну это вообще один из самых моих любимых ароматов, ну я его обожаю. Не знаю, он, он вначале очень такой древесный, сочный, пахнет свежескошенной травой, сеном даже, чем-то таким, ну вот его совершенно невероятная база, кофейно какао, знаете, вот как шоколад растопленный какао, он бесподобен, он бесподобен, он очень комплементарен, сколько раз я, когда я в нем, мне всегда, особенно у меня подружка Вика, что это, что это, она никогда его не угадывает, но всегда замечает, такой, какой красивый аромат, что это, я говорю, ну это же Дрис Ван Ноттен, она говорит, ааа, да, вот, вот я его обожаю, я его обожаю, и, к слову сказать, если вы носите Джульет Хезеган Ноты Парфюм, вот этот аромат, он великолепно наслаивается на него, они дружат, просто, ну как лучшие друзья, знаете, он пробивается периодически, вот эта вот немножко такая химозная реально база, пробивается через Дрис Ван Ноттен, очень интересный эффект, мне иногда нравится наслаивать, я еще очень люблю Ноты Парфюм наслаивать с Эду Премьер, Шанель, красиво получается, очень, ну, это, знаете, это приходит как бы с практикой, иногда случайно получаются какие-то хорошие соотношения ароматов, комбинации, а иногда получается наоборот, что-то такое отвратительное, и вы только потом понимаете, что, ааа, я же вот утром там что-то такое, а вечером нанесла, и меня забыли, больше так не делаем, а иногда получается хорошо, и другой аромат, который я наносила вечером уже, это Дан Ле По от Луи Виттон, ну, вы видите, я его очень люблю, он потрясающий, он потрясающий, ну, для меня это самый красивый аромат в линейке, мне еще нравится Турбуленс, Турбулентность с Туберозой, но она совершенно не стойка, я уже говорила, мне дали пробники Турбуленс 2, и с меня он слетает там за 2 часа, я считаю, за такие деньги покупать аромат, чтобы за 2 часа он слетел, это, конечно, никому это не нужно, а вот этот аромат Дан Ле По, он очень стойкий, он и утром, когда я просыпаюсь, я его чувствую, он бесподобен, я его люблю именно за кожаную ноту, такую, знаете, вот очень натуралистичную, для меня ароматы кожаные, они, ну, они для меня очень чувственные, такие нежные, такие какие-то интимные даже, и вот этот аромат, он очень для меня такой интимный, чувственный, а именно за счет вот кожи, которая здесь присутствует, такая вот прям, знаете, кто-то скажет, что она такая мужская, такая вот прям насыщенная кожа, знаете, как кожаный портфель, нет, для меня вот именно такая кожа является чем-то таким вот притягательным, и эта кожа, да, она здесь есть, но сейчас у нас очень жарко, плюс 27, плюс 30, порой, смотря там, где вы едете, если вы на солнце, или вы в тени, влажность колоссальная, кожи вообще практически нет, я не хочу сказать, что это мне нравится, скорее нет, но это интересный эксперимент, да, что при такой вот, при таком климате кожа ушла, и может быть, правильно сделала, и остались только цветы, из цветов здесь, конечно, яркий, ярчайший, натуралистичный жасмин, прямо вот этих охапка белых цветочков, жасминовых, когда вот только-только в сезон они расцветают, и все улицы пахнут, знаете, это потрясающе, вот этот жасмин здесь выходит, и персики, абрикосы, такие вот плоды, шершавые, такие мягкие, нежные, у них такой аромат, очень красиво, ну вот кожа уходит, ну, это неплохо, это неплохо, мне нравится, вот мне нравится с этим ароматом экспериментировать, потому что, когда он у меня только появился, была прохлада, у нас была весна, и было так прохладненько, поэтому он просто сейчас совсем другой, и это радует, когда аромат так кардинально меняется, Дан Ле Пон, Полу Ветон, вот четыре аромата я вам показала, которые я пользуюсь, которыми я пользуюсь просто сейчас ежедневно, ну что, я не знаю, вот я решила сегодня проэкспериментировать с таким видео, раз уж надо накраситься и как-то что-то, и записать вроде тоже надо, я не знаю, получился ли у меня макияж и нравится ли вам мои макияжи, потому что, ну они такие, это конечно непрофессиональный макияж, это очень легкий, базовый, я считаю, макияж, но если вам пригодилась информация, например, вот про этот крем, я бы его рекомендовала, мне он правда понравился, я не на каждый день его рекомендую, потому что он, да, он подсушивает, и он подчеркивает шелушение на коже, если они у вас есть, но если у вас нет шелушения, если у вас жирная кожа, вот как у меня, например, у меня кожа склонна к жирности, вот этот крем, он хорошо даже эматирует, и как-то вот все это убирает, забыла еще припудриться, девочки, забыла припудриться, у меня вот такая пудра шанель, которая была у них когда-то давно-давно-давно, Lumiere D'Artifix, знаете, такой матрасик квадратненький, и он когда-то был в таких как пайетках, она великолепная, это тушь, это пудра, вот такая у меня кисточка, тоже шанель, мне она, кстати, нравится, и вот так я припудриваю, все припудриваю, и когда через это все просвечивается, ну вот эти наши румяна-хайлайтеры, мне очень нравятся, эта пудра делает лицо каким-то таким бархатистым, холеным, очень нравится мне эффект, я не знаю, что буду делать, когда она закончится, потому что, по-моему, это был какой-то лимитированный выпуск, если я не ошибаюсь, все, на этом я уже наконец закругляюсь, пишите, пишите, может быть, ваши открытия в косметике, вот у меня реально было открытие вот этот вот крем, Аклориаль, Трумэч, я прям довольна, мне кажется, вполне себе неплохой вариант за хорошие деньги, недорогой, пишите, всегда рада вам ответить, всегда рада пообщаться, с вами была Аленка Блок, чао-чао, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok